Системные коррупционные риски, вскрытые в сфере спорта, об этом сообщили в агентстве по противодействию коррупции. Это неэффективное расходование бюджетных средств, неэффективное финансирование и несуществующие из штата работников. Немало нарушений и в других сферах. Какие отличились больше всего, расскажет наш корреспондент. Сложно найти сферу, где нет коррупционных рисков и хищения, активную борьбу с которыми ведет антикоррупционная служба. Проводится системная работа, к примеру, за пять месяцев текущего года привлекли уже 100 человек. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом немалую долю составляет привлечение физических лиц за незаконное предоставление материального вознаграждения должностным лицам. К примеру, в городе Ахтубе инспектору службы батальона управления полиции водитель пытался передать 7 тысяч тенге с целью избежать административной ответственности за нарушение правила дорожного движения. Инспектор незамедлительно сообщил об этом руководству, которое проинформировало антикоррупционную службу. В результате водитель был привлечен к ответственности и на него наложен штраф. Выявляет агентство системную коррупцию среди высокопоставленных лиц, например, приговором столичного межрайонного суда по уголовным делам, осудили председателя комитета рыбного хозяйства Минсельхоза и его подчиненного. Им назначили шесть лет лишения свободы, к тому же лишились права занимать должности на государственной службе. Они обвинялись в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 21 по февраль 2024 года за общее покровительство. Приговор суда в законную силу не вступил. В социальной сфере тоже есть примеры. В Североказахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя жилищной службы Петропавловска. Он подозревается в хищении 7,5 миллионов тенге по предварительному сговору с субъектами бизнеса. Деньги должны были пойти на теплоснабжение и ремонт сетей. В сфере образования тоже есть чем похвастаться. И с начала 2023 года было зафиксировано 229 уголовных дел, ущерб более 15 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Житсу, Туркестанской, Казалардинской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы. В совершении преступлений изоблечены 317 лиц. Из них 144 лица осуждены и приговорены к различным мерам наказания. Тревогу вызывает и мошенничество. За последние три года более 700 уголовных дел, а общая сумма переданных денег мошенникам – 19 миллиардов тенге. Гульнар Умаров, организатор Оспанов, Нурлан Шамгонов, ДДК-42.